В этом году ежегодная европейская неделя иммунизации пройдет с 24 апреля по 30 апреля. К этой неделе присоединяется весь мир. Многие страны также отмечают это событие различными мероприятиями. И сегодня мы будем говорить с Бурдинской Екатериной Николаевной, заместителем главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области, о том, как эта неделя иммунизации пройдет у нас в области. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, европейская неделя иммунизации проходит ежегодно. Мы заблаговременно к ней готовимся, и в этом году ряд мероприятий у нас пройдет традиционно, а что-то будет новое. Как и в предыдущие годы, у нас открыта горячая линия по волнующим вопросам. Уже сейчас можно обращаться? Да, уже сейчас активно она работает. Достаточно хочу отметить, что в этом году очень активно наши граждане пользуются этой возможностью, активно задают вопросы. Также в рамках единой недели иммунизации у нас пройдут мероприятия со школьниками, с волонтерами, с предпринимателями. Поскольку основная цель недели – это еще раз обратить внимание населения на важность иммунизации. Это очень актуально в этом году, поскольку с учетом пандемии COVID и заболеваемости высокой, вакцинация в некоторых категориях проводилась не совсем по плану. То есть сейчас наша задача – обратить на это внимание, восстановить ход обычных, привычных событий. Ну, имеется в виду иммунизация тех заболеваний, не ковида, отличительных, которые каждый год мы обязательно прививаемся. Вот у меня такой вопрос. Какие самые, может быть, часто повторяющиеся вопросы на горячей линии сейчас задают наши жители, пациенты ваши? Хорошо. Самые частые вопросы нам, конечно же, поступают от мам, детей, поскольку основной вакцинальный комплекс получает человек в раннем детстве. То есть в основном это дети младшего возраста. Очень много, наверное, страхов, очень много каких-то предрассудков, заблуждений. Да, абсолютно верно. Поступают вопросы, где-то удается убедить, где-то не всегда удается, но наша задача как раз-таки больше рассказывать об этом, чтобы… Смотрите, мне даже кажется, вот сам факт того, что раз звонят и хотят как-то спросить и узнать, значит, все равно готовы где-то внутренне эту информацию принять. Что останавливает вот таких людей, да, мы их называем антипрививочники или люди, которые не прививаются вот по каким-то своим соображениям. Не будем брать, например, религиозные, а вот такие предрассудки самые распространенные, может быть, даже самые какие-то дикие. Вот можете сейчас развенчать здесь? Ну, конечно, самый такой миф распространенный, что вакцинация малоизученная, непонятная, неизвестная, применяется, и все мы вроде бы являемся лицами подопытными. Здесь, конечно же, мы забываем самый главный факт, что вакцинация на территории России, Советского Союза, Российской империи проводится уже более 250 лет. Представляете, сколько поколений, да, уже получают те или иные вакцины, сумели победить опасные заболевания. Ведь статистически мы видим, что заболеваемость в до вакцинальную эру, она, конечно же, абсолютно другая, чем сейчас. Многие инфекционные заболевания удалось победить полностью. Исчезли. Да, натуральная оспа, да, мы помним целые эпидемии, которые уносили целые города. Вот сейчас об этом заболевании мы практически уже забыли, его нет, оно не регистрируется. Но мы, видите, не прививаемся сейчас от оспы или прививаемся? Конечно, не прививаемся, потому что ее нет. Вот скажите, а такие заболевания детские, например, краснуха, ну, достаточно, да, тоже тяжело может протекать. Вот как раз я знаю, что от нее очень часто отказываются родители. Почему, в чем там предрассудок, что такого страшного вот в этих прививках? И, может быть, сейчас стоит нам сказать о том, что прививка это или вакцина, это не введение полного заболевания, да, как часто очень многие думают и говорят о том, что мы не хотим, чтобы в нас вот этот вирус сажали, что это только какие-то кусочки. Или это не так, или избежать? Конечно, конечно, абсолютно правильно, абсолютно правильно вы говорите. То есть вакцины сейчас, современные вакцины, абсолютно безопасные, они представляют собой либо элементы возбудителя, либо убитые, да, ослабленные, они способны вызвать заболевания. Действительно, такие так называемые детские инфекции, это корь, краснуха, паратит, дифтерия. Они же ведут к очень тяжелым последствиям во взрослой жизни. Да, да, в довакцинальный период, если посмотреть заболеваемость, статистический, да, учет, который проводился на тот момент, практически до 20%, то есть каждый пятый ребенок погибал после принесенного заболевания. Абсолютно верно. То есть сейчас это абсолютно управляемая инфекция, случаи единичные, и, как правило, они импортированы, то есть завезены. И в территории Российской Федерации не имеют просто возможности к распространению, потому что хорошая иммунная прослойка достаточно создана, и наша задача ее поддержать, ни в коем случае не отказываться, а обезопасить себя и окружающих такой вакцины. Про краснуху мы с вами говорили, да, заболевание опасно не только своими последствиями для детей, очень опасно это заболевание для молодых женщин, которые планируют стать мамами. Потому что врожденная краснуха, она приводит либо к произвольному аборту, самопроизвольному аборту, либо к врожденным порокам достаточно серьезным. Поэтому эта вакцина, если кто-то планирует беременность, обязательно стоит обратить на свой иммунный статус и проверить, есть ли эта вакцина у него. Вот вы сказали о том, что у вас будут мероприятия еще проходить в школах. О чем вы будете говорить с детьми? Ведь понятно, что дети еще сами не могут принимать за себя решение, ставить прививки в этом возрасте или не ставить. На что сделаете основной упор в образовании именно детей? Все мероприятия, которые будут проходить в школе, они носят игровой характер. Я хочу отметить, что сейчас век информации и доступности к информации дети достаточно продвинуты. И они очень много могут рассказать о вакцинации сами. У нас будут проходить конкурсы рисунков, у нас будут проходить ени-квесты, где дети в игровой форме будут, собственно говоря, рассуждать, играть, отгадывать вопросы, касающиеся здоровья и иммунизации населения. Но все по ходу событий, об этом мы будем обязательно ярко рассказывать об этом. Вот у меня такой вопрос к вам. Екатерина Николаевна, скажите, пожалуйста, почему именно в последние годы мы наблюдали и наблюдаем сейчас вот такое отторжение, активное, я бы даже сказала, агрессивную политику информационную против прививок, против вакцин. Тем более, когда мы прошли такую страшную эпидемию ковида, и, казалось бы, мы ее могли остановить гораздо раньше, если бы не вот это вот целое движение. Неужели это только суеверный страх и необразованность или что-то еще? Безусловно, есть определенные категории с мнением, да, и, к сожалению, люди, которые не имеют достаточно знаний, специальных знаний, медицинских знаний, иммунологических знаний, они в какой-то степени даже получаемую информацию склонны извращать, усиливать. Плюс сейчас такая эпоха подачи информации, так называемого хайпа. То есть люди очень любят... Чем загадочнее, чем необычнее это будет, значит, так оно и... Чем необычнее подача, чем необычнее протест, привлечь к себе внимание, и не задумываясь о том, какие последствия они могут нести для, так скажем, несформировавшихся умов, да, или людей, которым нет времени в этом разобраться, и они в силу доверчивости просто проникаются этой информацией. Хотя здесь стоит включить критическое мышление, и, как я уже говорила... Мне даже кажется, аналитическое, потому что можно посмотреть, вот у нас уже два года прошло вот этой эпидемии, или хотя бы аналитическое посмотреть на тех детей, которые в садике привиты, и насколько реже они болеют тем мамам, да, которые сейчас тоже, может быть, как-то вот из-за боязни, я уверена, из-за тоже вот какого-то суеверного страха навредить своему ребенку, не делают этих прививок. Спасибо вам большое, Екатерина Николаевна, я надеюсь, что у вас пройдет удача на этой неделе, и у нас гораздо больше людей будет спокойнее относиться к этой обычной в 21 веке процедуре вакцинации и иммунизации. У нас сегодня в гостях была Бурдинская Екатерина Николаевна, заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области. И мы говорили о дне, о неделе иммунизации, которая проходит в Амурской области с 24 апреля по 30 апреля.